Приветствую вас, Лилия. Смотрите, какая штука. Во-первых, у вас есть некоторое противоречие. Вы для себя определитесь сначала, вам нужны толпы друзей и людей, как у вашего парня, или нет? Потому что вы вроде как хотите научиться общаться и хотите научиться заводить друзей, но при этом вы говорите, что мне не нужны как мой парень, а толпы друзей. Так, а что вам нужно в таком случае? Это первое. То есть вы, если считаете, что вам нужны друзья, то это окей. Если вы считаете, что вам нужны друзья и расположены одного, двух, трёх человек, то это тоже окей. Но, тогда, а в чём, в чём сыт тогда вашего вопроса? Как бы, вот, ну, не очень понятен этот момент, на мой взгляд. Это первое. Второе. Вы стыдитесь. Сыт – это непринятие себя. То есть вы можете быть общительной, вы можете быть неглупой, вы можете быть привлекательной, вы можете быть образованной, но это всё вещи, которые эмоционально вам не откликаются. А эмоционально вы себя продолжаете принижать и обесценивать. Почему-то. Вот почему нужно выяснить. Что касается страха навязываться, то здесь имеет место быть страх отказа. Вы боитесь отказа. Вы боитесь отказа, потому что, ну, отказ воспримите на свой счёт. На свой счёт. Вот. Я предполагаю, что это из семьи. Тут нужно разбираться, как и что. Либо из вашего негативного опыта по жизни. Вот. Но страх отказа – это вот когда человек что-то делает для другого. Вот. К примеру, я делаю что-то для вас. Вот. И мне важно… важно сделать именно… Вот не для вас что-то сделать я хочу, а хочу сделать что-то для вас, чтобы вы мне дали какую-то обратную связь. Вот. Это один из ключевых, ключевых моментов здесь. Ну, на мой взгляд. Что касается того, о чём говорить с людьми, то проблема действительно такая насыщенная. Вот. И насыщенная она потому, что, ну, как бы у многих людей возникает подобная проблема, о чём говорить с людьми. Вот. Вот. Что можно сказать людям. Да? То есть, вот. Это проблема. То есть, ну, у многих людей есть проблема общения. Скажем так. И, соответственно, проблемы с общением есть, как решать, проблемы с общением не очень понятно. Вот. А, соответственно, проблемы с общением решаются через наличие общего. Осталось только ответить на вопрос о том, где это общий найти. И ответ достаточно прост. Это ваши интересы. Это то, что вам нравится, то, что вас интересует, то, что вас волнует, то, что вызывает у вас живой интерес. Вот. По-другому общение на самом деле не выстроит. То есть, вас, у вас не получится выстроить общение, как-то иначе. Кроме как вот, ну, таким вот образом через общее что-то с, ну, с людьми. Знаете, и тут, соответственно, встает вопрос, насколько есть много того, что вам, к примеру, интересно, насколько есть много того, что вызывает у вас живой интерес и того, чем вы, ну, готовы, грубо говоря, делиться, получим, готовы, делиться с другими людьми. Вот. И здесь, как это довольно часто бывает, здесь вот тонкость вся еще в том, что если вы стыдитесь себя, допустим, то, конечно, сложно, сложно в таком случае, да, признать, что у вас могут быть какие-то интересы. Потому что, ну, на данный момент вы общение устраиваете с людьми по принципу купи-продай. То есть, вы такой товар, вот, который, ну, который, вот, типа, вы пытаетесь выставить на продажу, ну, в самом лучшем свете, по сути, по сути дела. Вот. Но хорошего в этом для вас нет ничего. Потому что вы себя только обесцениваете. Ну, ну, подобной вот позиции, подобной позиции. Поэтому пересмотр фундамента, на котором вам выстраиваются отношения, пересмотра этого фундамента, является одним из необходимых действий, которые вам желательно предпринять. для того, чтобы ситуация как-то, вот, нормализовалась. Вот. Хотя, хотя бы на том уровне, да, чтобы вы свободно с людьми сближались, вот. Я не говорю сейчас, сейчас, сразу про то, чтобы вы заводили друзей, вот. Потому что, вполне возможно, что вы это сделать не сможете. Вот. Сразу. Но, по крайней мере, это даст вам какой-то, вот, стимул для порой, чтобы смотреть дальше. То есть смотреть, ну, будешь с неким оптимизмом, хотя бы. Вот. А не, не так, как сейчас, когда у вас, по факту, ну, полная безнадежность, безнадежность, полная безнадежность вообще. Ну, от этой, вот, ситуации. Вот. Я вас, в общем-то, понимаю, я вас понимаю хорошо в этой ситуации. Понимаю, что, ну, что вам, правда, тяжело, может быть. Вот. Давайте ещё раз, эээ, пройдёмся по вашему тексту, чтобы убедиться там, что я ничего не забыл. Значит, у меня вопрос, наверное, по самоценке, о том, как заводить друзей. А зачем? Вот, понимаете ли, эээ, вопрос, который очень важно себе задать. А зачем? Эээ, зачем вам, эээ, заводить друзей? То есть пусть вас, эээ, в принципе, не смущает, эээ, подобный вопрос. Вот. У меня мыши, потому что, это, достаточно, важный вопрос. Вот, зачем нам, зачем нам, друзья. Эээ, потому что, потому что что? Чего, чего вам не хватает? То есть, понимаете, вот, эээ, подобный акцент, эээ, именно на друзьях. Он вам, вот, хорошего, не сделает ничего. Эээ, подобный акцент на, на друзьях. Эээ, потому что люди, как это не парадоксально, эээ, не, не могут быть, эээ, самой целью. Эээ, то есть, у вас здесь, как будто бы, такое, знаете, ээээ, ну, завышенная, завышенная значимость, ээээ, людей. То есть, люди для вас имеют, эээ, завышенное значение. Вот. А это, в общем-то, ээээ, ну, это ничего хорошего не принесет. Вам, в принципе, не может ничего хорошего это принести. Ну, вот, потому что, ээээ, люди, они, как бы, чувствуют, что, ээээ, вы в них нуждаетесь. Вот. И, ээээ, вы будете вести себя, ну, соответственно. То есть, они будут вести себя так, понимают, что вы в них нуждаетесь. Вот. Поэтому это вопрос, скорее, не о том, как завести друзей. Это вопрос, скорее, о том, как сделать так, ээээ, или как вам, ээээ, лучше, к примеру, себя реализовать. Вот. То есть, что вы можете сделать для того, чтобы, ээээ, чтобы лучше реализоваться в, ээээ, своей жизни. Далее. Ээээ, мне 23 года, я знаю себя привлекательной, образованной, далеко не глупой девочкой, но это знание мне, по-моему, не помогает. Смотрите, ээээ, здесь, эээ, еще один такой, ээээ, важный, на мой взгляд, момент, который касается природы, ээээ, той или иной информации, как бы, которую вы получаете, ну, получаете из, ээээ, внешнего мира. Вот вы говорите, что я знаю, но вы можете знать, что угодно. Правда ведь? Вы можете знать абсолютно все, что угодно. К примеру, о себе. Но, знание это не чувство. Если, если вы не чувствуете, то нет толку от того, что вы знаете. Вот. Понимаете? Понимаете? Эээээ. Какая история? Поэтому, я думаю, что, если вы знаете о себе что-то, то это знание вам, да, вам это знание, совершенное, ээээ, совершенно точно вам это знание не поможет, потому что нужно именно чувствовать, что вы привлекательны, именно ощущать себя так, а не знать, ибо любое знание можно, в принципе, подвергнуть критике, и любое знание можно, в принципе, подвергнуть сомнению, и любое знание, в принципе, можно оспорить, а вот чувство, чувство оспорить нельзя. Поэтому здесь я бы задал вам вопрос о том, какой, точнее, вы себя чувствуете. То есть чувствуете ли вы себя, какой вот вы, ну, какой вы пишете. Вот. Это важно. Это очень важный момент. На самом деле. Важный момент. Дальше. Главная моя проблема – это то, что я не умею заводить друзей. Ну, правда, зачем друзья, я уже сказал. У меня есть пара родных людей, честно говоря, мне не хватает, но они в моем родном городе, а так как я из-за учебы теперь работы переехал, я понимаю, как не хватает тех, которым просто можно пойти в кино, кафе или погулять. Надо бы, Лилия, здесь, на мой взгляд, проследить, с чем связано то, что вам именно вот не хватает кого-то. То есть почему именно нужно делать то, что вы, грубо говоря, хотите делать с кем-то. Откуда у вас такое желание, как бы, ну, по сути, по сути, потребность поддержки. То есть вы словно говорите, я не могу одна ходить в кино. Я там, не знаю, стесняюсь, например. Вот я объясняюсь, одна ходить в кино. Хочется спросить, почему? Само по себе, кино вам интересно? Или нет? Опять же, да? Да? Понимаете, о чём это пройти. Это вот правда. Такая очень важная штука на самом деле. А вы говорите, что не хватает человека, с которым можно делать, ну, вот, то или иное. Соответственно. Но если вам не хватает человека, чтобы делать то или иное, то невольно выникает вопрос. Насколько вам интересно то, что вы делаете? Вот. Насколько вы цените то, что делает? Потому что, есть ощущение, есть такое ощущение, что вы, ну, мягко говоря, вот, не цените сами того, что делаешь. Ну, того, что вам важно. Дальше. Я общительный человек. Люблю быть среди людей, но когда мне нужно привести инициативу, написать знакомый, давай сходим куда-то, у меня, как мне кажется, появляется страх рода. О чём мы будем говорить, как это ей писать или это же навязывать. Ну, об этом я, в принципе, сказал вам. Вот. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы раскрыли несколько подробнее вот этот момент. связанный с тем, что, ээээ.. Вы общительный человек и любите , ээээ.. быть среди людей потому что ну надо бы вот рассмотреть что вы вкладываете эм в этом для себя все таки потому что вам комфортно только среди своих людей, а это все таки немножко ну немножко разные вещи на самом деле вот дальше значит так самое главное это то, что если ты кричусь то нам ездят и о чем говорится что обсудить но в момент переселиться мне очень тяжело дает сейчас надо разбирать почему то есть если оказывать новые компании, новые для меня территории, я боюсь снять надежный конкурс в разговор с новыми людьми а здесь вы по сути говорите о том что вы себя не принимаете вы себя не принимаете как бы ну эм такой какая вы есть, вы себя грубо говоря предлагаете сомнениям вот вы думаете о том как но как вас воспримут другие люди вот это на мой взгляд очевидно да То есть вы думаете о том, как на вас посмотрят, как вас примут и так далее. Вот, ну, вы знаете, опять же, я так вот думаю, что любой человек, который испытывает некоторые трудности с тем, чтобы, ну, грубо говоря, выражать свои желания, свои чувства, вот, любой человек, который испытывает подобные трудности, он будет, в общем-то, испытывать схожие проблемы, ну, схожие проблемы с вашими. Вот, просто потому что не хватает уверенности человека в себе. Так, дальше, я понимаю, мои объяснения не стыкуются, но я так все-таки общительный, но, скажем так, во-первых, на моей территории, место, где я чувствую себя комфортно, от чего это зависит. То есть это комфортно, это как? Защищенно, спокойно, предопределенно, так. Во-вторых, хотя бы комфортно, хотя бы с комфортными людьми, а что определяет их комфортность? В данном этапе мне человек, с которым комфортно мне, это мой парень, для меня это человек, с которым хочется делиться, хочется и делиться всем, и любое время, любое время проводения с ним меня как-то раскрывает, я теряю эти драки комплекса, что ли. Ну, опять же, опять же, такое ощущение, да, что вы не делаете, вот, вы не делаете для себя. Знаете, какая штука? Вот, вот, есть ощущение, да, что вы для себя не делаете ничего практически. То есть все, что вы делаете, вы делаете, вот, вот, вместе с кем, а для себя вы, по сути, не делаете ничего. Вот, и, как бы это, вот, может быть проблемой. Вот, то есть молодой человек, это такой, знаете, ну, катализатор, усилитель, что ли, того, что вам хочется. Если бы не он, то вам было бы, вам было бы, вероятно, гораздо, ну, как-то вот сложнее и тяжелее делать что-то. Вот, опять же, да, вы говорите, что человек вас, ну, человек вас раскрывает, да, а сами вы, получается, не раскрываетесь. Вот, это все, опять же, свидетельствует о том, что вы, возможно, достаточно, вот, много внимания уделяете людям, которые вас окружают, вот, а не себе. Себе вы, как раз-таки, можете внимания уделять недостаточно много. Вот, ну, то есть у этого есть, вот, свои, такие вот причины, да, свои такие вот основания, у того, что вы себя вот так чувствуете. Вот, опять же, да, я вас не обвиняю, если честно, ни в чем, я просто говорю вам, эм, как обстоят дела. Эм, так, парень сказал, эм, значит, что я просто не имею дружить вас, но не знакомый, которым я хочу проводить время. Но после этих слов у меня комплекс усилился. Почему, почему усилился, эм, Лилия, Лилия, почему усилился, эм, комплекс, комплекс? Что есть, вот, вас как-то эти слова задели, да? А, вы испугались, эм, того, что, эм, это может быть, ну, брады, получается, или как? То есть, вот, эм, ну, давайте тоже, вот, эм, определимся с этим. То есть, эм, почему вы теперь хотите, там, к примеру, эм, закрыться от человека, человека, вот. Ведь он, ну, может быть, сказал ничего такого, может быть, не имел в виду, вот. А может быть, он вас, эм, не, ну, не принимает, эм, такой, вот, какая вы есть. То есть, это, в тот же момент, эм, и его, ну, нельзя сбрасывать со счетов. Как вас это задело, в общем-то, Лилия? Что это у вас вызвало? Вот. Мне кажется, это очень важный момент, мне кажется, это очень важный аспект. Очень важно понять, эм, ваше, эм, переживание. По, да, да, ну, по данному вопросу. Далее. Эм, так. За прикольные отношения он не понял, что, возможно, не нужны его друзей и приятелей, как у него. А что вам нужны? Мне хватает двух-трих ближайших человека, которыми, которыми я считал его раньше. А почему сейчас перестали? Как избавиться от этого драка, перед тем, что я навязываюсь, эм, что людям не требуют. Они просто направляются общением с другими людьми. Ну, для начала, вот, вот это противоречие, о котором я, кажется, сказал в начале. Что вы хотите, эм, в общем, в общем, таких, эм, ну, противоположных вещей, на самом деле. Вот, для начала надо просто разрешить этот конфликт, разрешить это противоречие. Вот, и определиться с тем, так, чего же всё-таки вы хотите, эм, ну, вот, эм, для себя, что вам всё-таки нужно. Вот, и, в зависимости от ответа на этот вопрос, вот, вы сможете уже двигаться дальше. Вот. Пока что, ситуация выглядит так, что вы не знаете, куда вам податься. Ну, то есть, вот, в какую сторону вам податься. Либо, в сторону, эм, того, что мужчина говорит, что у вас должно быть больше друзей, и, соответственно, своих страхов. Вот. Либо вы не знаете куда, либо, в сторону, в сторону своей позиции. Вот. Я думаю, что, вот, для начала определиться с этим, а дальше уже будет, в принципе, легче, дальше будет, эм, ну, так сказать, более определённым. Вот. Вот. Эм, вот, в принципе, эм, такой ответ я могу отдать. Я надеюсь, что это было вам полезным. Эм, если, эм, у вас остались, эм, дополнительные вопросы, вы можете, эм, задать мне их в личку. Эм, я буду рад помочь вам. Эм, значит, эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Эм, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Ам, я думаю, что сегодня очень все хорошо.